Всем привет, с вами Priya. Сегодня рассмотрим сайт warcraftlogs.com, поанализируем, что можно полезного извлечь, что можно извлечь полезного для повышения каких-либо личных качеств, повышения ДПСа, повышения показателя своей игры и всего такого прочего. Начнем же. На главной странице сайта мы, само собой, можем залогиниться, зарегистрироваться, прикрепить своих персонажей, прикрепить различные гильдии, получить доступ к различным логам гильдии при условии того, что наш рейт-лидер или офицер, будучи обладая правами модератора этой гильдии, добавит нас в состав для просмотра и записи логов. Это второй столбик, персонажи наши в третьем, и в самом первом столбике те логи, которые, к примеру, писались относительно недавно. Ну, я этим давно уже не занимаюсь, поэтому самые последние логи записаны мною, это было 7 месяцев назад. По-моему, это был рейд со зрителями или что-то типа такого. Также по чуть-чуть листаем, можно увидеть различные другие достижения людей по типу мифик плюс подземелья и рейдов и всего такого прочего. Итак, начнем же рассматривать логи и поймем, что можно полезного, интересного из них извлечь. Рассмотрим как общую рейдовую картину, так и картину касательно какого-либо одного выбранного мною человека. Ну что ж, кликая на три полосочки слева, выбираем ульдир и ранкингс. Нас интересует, к примеру, героическая сложность, пускай останется олбосс. Европа, Россия, классы. Давайте выберем охотника, хотя нет, я не хочу охотника смотреть. Я хочу монаха посмотреть, виндволкера, дамагера. Так, пускай будет по всем этим левелам. Ну что, в текущий момент мы рассматриваем дамаг. Если же мы хотим посмотреть какой-либо отхил, произведенный этим классом, этой специализацией, то нам нужно выбрать вкладочку «Layer Healing». Листая эту страницу, мы можем увидеть топовые таланты, топовые тринкеты и топовые азеритовые таланты для первого и последующих боссов. Также первые 10 человек по ДПСу также видны и также мы можем абсолютно все посмотреть, чем они пользовались в бою. Но их аксессуары, их шмот будет базового итем-левела, без какого-либо улучшения. И считаться этот тринкет будет по минимальному итем-левелу. С целью того, чтобы увидеть конкретные итем-левел вещи, об этом уже будет чуточку хуже сказано. Ну, давайте посмотрим, к примеру, вот этого вот монаха. 375-го эквипа, свежий влог от 11-го числа. Сегодня у нас 12-е. Итак, это рандом рейд, все прекрасно видно, потому что он единственный человек с русским ником. И начнем сразу же рассматривать те столбцы, которые нам даны. Итак, парс-процент. Всего 21261 текстовый написанный бой, то есть лог с участием монаха-дамагера на первом боссе. Этот монах выдал 99-процентный лог. То есть самый лучший монах, дамагер на первом боссе, выдал, ну, где-то тысяч, наверное, 14-600, 14-800 в мире. А здесь 99% от этого общего количества числа ДПС, то есть 14-400. Округлим. Окей. 9,5% от всего дамага рейда было нанесено монахом. 4 миллиона и 200 тысяч. Сам он дамагал 325. И различные его прислужники сделали остальной дамаг. Итом-левел написан, 375-й. Чуточку подробнее уже касательно шмота расписано. Также существует второй рейтинг по процентам. Он уже более узок на самом деле. Тут все аналогично для класса это все пишется, для специализации. Но в определенном, скажем так, радиусе итом-левела. То есть плюс-минус 1. 374, 376. Таких монахов, убивших первого босса, всего лишь 136. Те, которые логи писали. И из них выдано 91%. Вот так вот. Процент активности, то время, которое этим монахом наносился дамаг. То есть 7% он либо стоял, либо что-то делал другое. Либо просто не бил, потому что бить некого было. Все возможно в геройке. Мобы быстро умирают. И дамаг у рейда весьма неплохой. Это конкретно дамага. Также анализируя все эти графики таблицы, можно замерить отдельный участок. К примеру, спула первые 40-50 секунд. И увидеть в первые 40-50 секунд, сколько было нанесено людьми дамага. Каков их процент активности. И сколько ДПС было сделано в первые 50 секунд. Окей. Дальше. Получный дамаг. Это уже информация более танковская. Босс убивался в одного танка. Сразу все это видно. Это же дамагер, да? Да, это дамагер. Окей. Босс убивался в одного танка монаха. Вот. Собственно, весь дамаг получался именно им. Дамагеры получали дамаг от чего? Переведем сайт на русский. Тут есть эта функция. Окей. Если сделать вот так. Ну почему так плохо все? Окей. Тут различные ауешки, скорее всего, и все такое прочее. Мили атаки, скорее всего, от капель. Если кликнуть на полоску, то можно это изучить подробнее. Далее вкладка хилинг. То число, которое было извлечено нашими лекарями любимыми. Есть также процент оверхила в логах. И можно увидеть, сколько от хила ушло просто так в никуда, по факту. Процент активности. Аналогично есть хпс и все такое прочее. Далее мы можем увидеть. Что мы здесь можем увидеть? Какое время кто-либо танчил? А, нет. Тут еще был Мишка-танк. Да? Почему я его не увидел? А, действительно. Ну, большую часть боя танчил Монах. Окей. Да, там у нас тоже некая часть полученного дамага. Но при условии того, что там прописано, кто какое время бежал на себе какого-либо мопца. А далее окно бафов. В окне бафов мы можем увидеть различные положительные эффекты, которые висели на всех игроках, участвующих в рейде. Какие-либо бафы, трубки, различные бонусы от колоды, бурст Монаха, поты длительной силы. Это старые легионовские. Их еще до сих пор используют. Далее баф Геры. На скольких участницах рейда висел, получается. Ну и то, что он был дан в начале. То есть таймлайны тут прописаны. А далее различные дефенс-бафы по типу облика медведя. Каких-либо сейвов, бопа, сакры, глыбы и прочего. Далее хил-бафы, частицы света. Какие-либо бафы на реген маны. Бафы тринкетов, которые отхиливают. Гимн. Тоже сюда прописан. А далее бафы на увеличение мувспида. По типу рывков, демонических кругов. Бафы плаща, который падает с гробницы королей. Рейд-бафы, инта, фласки, руны. Бафы рейда, такие как еще и боевой клич, а также слово силы стойкость. Какие-либо метаморфозы, различные формы. Далее бафы игрушек. И далее бафы, которые не распределены по каким-либо категориям. Итак, следующая вкладка дебафы. Дебафы, которые висели как на игроках, так и на боссе. Так. Возможно я сейчас наврал. Скорее всего тут только на игроках, которые висели. Да, потому что мы рассматриваем игроков. Все, совершенно верно. Смерти. От чего были сделаны, в какой момент времени, сколько дамага было получено, сколько отхила было получено. До того, как человек умер. Прерывание костов. На первом боссе нечего прерывать, поэтому вкладка пуста. Диспейлы. Скорее всего он сам себя просто-напросто скидывал Блейдшторм. Это интересная вкладка на самом деле. И чтобы вам ее увидеть, мне придется все-таки скрыть вебку. Окей. Интересно на самом деле прописано. Непонятно чуточку. Ресурсы. Мы можем отследить количество ресурсов, то, которое накапливали игроки. К примеру, их хп, их запас маны, запас ярости, запас концентрации у охотников, запас энергии у разбойников, наличие рун у рыцаря смерти, наличие руннической силы, наличие шардов у варлоков, наличие энергии ци у монахов и наличие вторичного ресурса у демонхантера. Далее. Вкладка косты. Позволяет нам увидеть то количество костов, которое было сдано человеком за весь боссфайт. И также можно увидеть число кпм. Каспер минут. Заклинание в минуту. То количество, которое было сдано человеком в ходе боя. У монаха Хила целых 84. Это весьма интересно. Скорее всего, там еще и тики ход просчитаны. Хотя навряд ли. Ну, очень удивительное число на самом деле. А у монаха подозрительно мало. Если же мои рассматривать бои, то у меня на монахи танки всегда там 50+. А тут даже 50 нету. Увы. Если же нас интересует ротация конкретно одного какого-либо человека. Сейчас мы уже подбираемся к самому интересному. Мы кликаем на его ник. Мы видим, сколько чего он использовал, в каком аптайме что-либо присутствует. Далее мы нажимаем кнопочку Timelines. И теперь мы видим абсолютно все, с чего начиналась его ротация. К примеру, 0.5 секунды, 0.3 вернее, был использован таунт. На первой секунде боя порыв нефритового ветра. На второй секунде наглутирующий удар, наглутирующий атака. На третьей секунде удар бочонком. Далее. Так, что-то интересное. Что это? Надо узнать, что это такое. Мы все-таки рассматриваем. Учимся видеть полезность в логах. Gift of the Ox. Окей. К примеру, я не знаю, что это. Я беру, копирую, вставляю в гугл. Задар быка. Что? Почему у него иконка такая какая-то интересная там? А, это создание целительных сферок. Ну, я чисто по иконке не понял. Хорошо. Вот, все. То есть, прекрасно мы все увидели. Смотрим далее. Еще одна наглутирующая атака. И так, когда мы тянем мышку на себя, крутим колесико в свою сторону, мы можем спокойно отследить, как играл этот монах-танк в этом бою. Насколько часто он пил отвары, как, что он юзал, зачем, для чего, почему, когда, против чего и для кого. Так, а что происходило вот в этот период времени? Хм. Скорее всего, босс ушел в центр. Есть у меня такое подозрение. И он решил босса вообще в принципе не бить. Ну-ка. Так, это его личный ДПС. Нас интересует ДПС рейда, к примеру. Да, скорее всего, я прав. Так оно и было. То есть, тут вообще минимальное число ДПСа. Тут вообще по нулям. Либо босс просто отлетел в этот момент и кровавый отбойник делал. Мы можем это глянуть, по идее. Нашел. Я гениален. Так. Или нет, или это не то. А, это то. Я нашел. Наконец-то. Демедж дан. Мы можем увидеть, какое количество урона сделал босс. Это достаточно забавно, если честно. Вот он, ДПС босса на первой фазе. Вот на второй. А вот на третий. Это очень полезная информация. Я не знаю, вот если бы вы ее не узнали, я не представляю, как бы вы без нее жили. Итак. Все это мы посмотрели. Теперь мы переходим к самой главной вкладке. Summary. Главная страница. На ней мы можем увидеть количество танков. Классы. Конки. Все разрисовано. Далее. ДПСеры. Далее. Хилы. Краткий дамаг. По типу скады. Детейлса. Отхил. Полученный дамаг. И от каких способностей. Смерти. Далее. Если мы хотим увидеть конкретно, к примеру, варлока. И его посмотреть. Обширно. Мы нажимаем на него. На его полосочку. Смотрим абсолютно все, что нас интересует. Нажимаем кнопочку Summary. Видим его таланты. Видим его прокачку азеритовой брони. Видим его шмот. А также item level тринкетов, оружий, чарки, камни и прочее. Надеюсь, после такого объяснения использования логов вы начнете ими пользоваться. Извлекать для себя полезности из этого. Вопросы касательно выбора талантов. Топовых каких-либо специализаций. Кстати, насчет этого мы сейчас еще поговорим. Потому что требует немножко отдельной вкладочки. Вот. Собственно, это примерный такой ранкинг по каким-либо классам, а конкретно их использованию в рейдах. Ну и, конечно же, их полезности. К примеру, ArcanMag не особо используется. С ним малое количество логов и все плохо. Нет, не малое количество логов. Просто он себя не очень хорошо показывает. Паладинов чуть больше. Хантов, ММов чуть больше. Сурвы почему-то здесь. На самом деле, очень интересно это облиться. Что она отображает? Раньше она отображала, ну, реальную полезность такую. Окей, переведем в русский. Может, я не понимаю просто, что написано. Такое возможно, в принципе. Нет, ну все равно все по-английски прописано. Так. Еще интереснее стало таблицей, конечно. Еще интереснее. Так, получше. Окей. Угу. Это количество классов, которые сделали максимальные логи, получается. Ну, примерно стоит ориентироваться, да, на цифру по умолчанию 75%. Окей. Ориентируемся на нее и с этого выбираем спек для своего класса. А касательно охотника все очень загадочно. Я не думаю, что сурфхант сейчас сильнее, чем БМ или ММ. Но я так мало вижу хантов, что, возможно, это есть правда. Хотя, сомнительная правда все это, если честно. Опирайтесь на свои умения. Опирайтесь на то, что видите перед собой. Если вам удобно играть в каком-либо своем спеке, в котором вы играете относительно долго, на том классе, на котором вы играете, вы долгое время. И он не особо плох в текущем контенте, и вы не особо рветесь к покорению каких-либо сложных сложностей, то играйте там, где вам нравится. Все-таки, как-никак, видосик этот был для тех людей, которые хотят повысить свой уровень игры, разобраться в своем классе и, может быть, сделать правильный выбор в пользу выбора другого класса. Игровой роли и всего такого прочего. Думаю, вы научились пользоваться хотя бы основами логов. Примерно я все показал, все объяснил. Возможно, где-то относительно не точно, но если вы сами начнете это изучать, если это вам реально будет интересно, то есть посидите, поизучайте, посмотрите, потыкайте. Это все интересно на самом деле. Самое главное — таблицы эти напрягают только чуть-чуть, да и все. То я думаю, вы придете к какому-то успеху, и потом еще меня будете учить и говорить, что вот тут ты сдох, я смотрел по логам, и это твоя вина, преп. Ты плохой игрок на самом деле, а сам говоришь всем, что хороший. То есть так вот. Может быть даже такое. Все возможно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого. Берегите ноги. Продолжение следует...